День, разделивший возможности Украины на до и после. Ровно два месяца назад, 11 июня, в Украине вступил в силу безвизовый режим. С этого дня украинцы могут путешествовать практически по всей Европе. 30 стран мира. Единственное условие – наличие биометрического паспорта. Как получить этот документ и какие сложности могут возникнуть на пути его оформления, об этом мы сегодня будем говорить. Это программа «Гость студии» на телеканале «Сигма». Меня зовут Валерия Романова. Добрый вечер. И сегодня у нас в студии две прекрасные очаровательные гости. Это Лариса Цуприк, начальник отдела оформления документов номер 3, Главного управления Государственной миграционной службы в Донецкой области. Добрый вечер. Добрый вечер. И Татьяна Лавриненко, главный специалист Центрального районного отдела в городе Мариуполе, Главного управления Государственной миграционной службы в Донецкой области. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, тема у нас такая. Сегодня загранпаспорта, биометрические паспорта, и, естественно, связано это все и с ID-картами, потому что без ID-карты сейчас очень сложно оформить биометрический паспорт. Обо всем об этом мы сегодня говорим. Если у вас, уважаемые телезрители, возникнут какие-либо вопросы к нашим гостям, милости просим, звоните, телефон, по которому можно к нам дозвониться, вы видите внизу экрана. Итак, биометрические паспорта. Выдают их миграционные службы, компетенции миграционных служб. В Мариуполе такие службы есть во всех районах города. Ну, почему-то мариупольцы привыкли сразу идти вовер, но, тем не менее, биометрические паспорта, насколько я знаю, и в паспортных столах оформляют, и на Георгиевской, как правильно служба называется? Это все подразделения миграционной службы. Просто так называемые паспортные столы – это территориальные подразделения, а есть также структурные, такие, как Метрополитская 20 и наш, на Георгиевской 30А. То есть первый совет человеку, который собирается оформлять паспорт, прежде всего посмотреть, скажем, адреса, где это можно сделать, потому что в некоторых подразделениях есть просто очень грубные, большие очереди, да, ажиотаж, а в некоторых подразделениях люди просто не знают адресу. Прием документов осуществляет также Центр предоставления административных услуг. Гражданам не стоит забывать и об этом. На проспекте Ленина он находится, и там точно так же можно подавать документы и на загранпаспорт, и на ID-карту всем гражданам Мариуполя. 11 июня, сегодня 11 августа. Два месяца разделяют эти две даты. Скажите, вот в связи с тем, что в Украине стал действовать безвизовый режим, как изменилась работа миграционных служб? Насколько у вас увеличился поток посетителей, увеличился объем работы? Спрос на данную административную услугу увеличился с аналогичными периодами прошлых лет, 15-го и 16-го, почти в три раза, более чем в два. Могу привести такую даже цифру, что с начала года в Донецкой области оформлено 59 200 документов. Это всего в Донецкой области. При этом в Мариуполе 22,5 тысячи. И в том подразделении, которым я руковожу, 6,5 тысяч документов. Это за год. Да, это за год. И при этом четко виден рост потребности населения в заграндокументах, потому что, допустим, в июне всего приняли 8,5 тысяч, а в июле уже почти 13. Спада нет на спрос на эту услугу. Именно в Мариуполе 6 тысяч, и именно на Георгиевской 30А 2,5 тысячи. Это только лишь с начала без визы, то есть за два полных месяца. Скажите мне, ну вот давайте для тех телезрителей, которые, может быть, только на пути хотят оформлять биометрический паспорт, такой пропишем устную, такой алгоритм действий. Итак, захотел человек оформить биометрический паспорт. Что первично? Очередь, в которой нужно стать, это будет электронная очередь или живая очередь, или все-таки сборы документов? Прием документов ведется по системе живой очереди. И только лишь подразделение на Метрополитской 20 оборудовано системой электронной очереди. Там граждане получают талоны на будущие дни с четким указанием точного времени своего приема. А на Георгиевской 30А большинство из тех, кто оформляется, это население с неподконтрольных территорий. Поэтому им не всегда удобно приезжать сначала для записи, затем для приема. То есть несколько раз ездить, прежде чем подать документы. Это не всем подходит, потому что не все переселенцы, а также те, кто прибывают. Из-за линии разграничения. Поэтому у нас только система живой очереди, но она несколько модернизирована для удобства самих граждан. Это означает, что утром, когда уже большинство граждан заняли свою очередь и знают порядок своей очередности друг за другом, мы проводим проверку первичную документов, которые они подготовили и принесли с собой. Проверяется действительность паспорта, документов на детей, допустим, в общем полнота собранных гражданином всех документов. И вот проверяем, допустим, еще снимки на детей, которые до 12 лет и так далее. То есть это готовность гражданина прежде всего к оформлению. После этого он получает номерной талон на текущий день и может спокойно заниматься до времени своего приема какими-то делами. Эта система комфортна для и работающих, и для учащихся, потому что можно не брать полный выходной день, не отлучаться с учебы, и ты точно знаешь, что ты будешь оформлен. Полноценная электронная система, которая на Митрополитской 20. Я знаю, что там на полхледии очень большой талон. Если сегодня я хочу оформить биометрический паспорт, это не значит, что завтра меня примут. На сегодня прием на какой месяц идет? Наверное, на декабрь. То есть телезрители должны быть готовы к тому, что если они уже хотят, уже нужно спешить, и раньше декабря их не примут. Живая очередь в паспортных столах? В связи с загранпаспортами, в связи с ID-картами? Что происходит в паспортных столах? Живая очередь у нас была до недавнего времени. Но опять же, как увеличился спрос на биометрические паспорта, наплыв людей увеличился. И поэтому мы точно так же пытаемся выйти в такие рамки, чтобы человек в назначенный день и время пришел, подал документы. Поэтому ведем предварительную запись на тот день и время, когда человеку удобно. Ну, так происходит на сегодняшний день. Молодежь не может выехать за границу без ID-карты. Наверняка вот и очереди с этим связаны. Конечно, потому что раньше паспорта получали лица только достигшие 16 лет. Нет, на сегодняшний день законом прописано обязательно получение с 14 лет паспорта. А по закону точно так же загранпаспорт не имеет права оформить, не получивший ID-карты. И, соответственно, увеличился наплыв с 14-летней детки, 15-летней, которые только сейчас об этом узнают и приходят подавать документы. А увеличился на сколько? Ну, так на вскидку. Ну, ровно, наверное, в три раза. Потому что были только 16-летние, 17-летние, а сейчас еще 14- и 15-летние детки добавились. А скажите мне, какие документы нужны для оформления ID-карты? Для ID-карточки обязательно свидетельство о рождении ребенка, если имеется идентификационный номер и паспорта обоих родителей. Кто-то может подать за ребенка эти документы? Нет, лично. Лично должно подойти? Личное присутствие ребенка, да, обязательно. А скажем, если я хочу поменять свой действующий бумажный паспорт на ID-карту, такое возможно? На сегодняшний день нет, потому что четко прописано, что паспорт обменивается в случае, если паспорт гражданский старого образца был утерян, либо испорчен непридатной к корыстованию, либо у вас произошла смена информации фамилии, либо имени. В этом случае обменивается. А на сегодняшний день просто так хочу, пока нет. А стоимость обмена? Обмен паспорта, если в регламентном режиме 20 рабочих дней, это 279 гривен составляет. И если человек хочет побыстрее оформить паспорт, в течение 10 рабочих дней 366 гривен. То есть, если подросток в 14 лет обращается, он бесплатно, во-первых, получает, а во-вторых, он будет дать сколько, около месяца? Да, месяц. Задержки сейчас бывают? Нет, ID-паспорта, слава богу, приходят вовремя. А вот по загранпаспортам очень много сейчас, ну, понятно, ажиотаж не справляется, видимо, полиграфический комбинат с печатью. Вот насколько велики задержки, насколько может затянуться процесс получения? Ну, такой резкий скачок ажиотажа и спроса среди населения, конечно же, вызвал то, что полиграф-комбинат перегружен с заказами, он не успевает печатать всё то, что обрабатывается в миграционной службе и в ЦНАПах. Извините. Поэтому то, что на сегодняшний день мы получили посылку с паспортами за несрочный конец июня, даже не конец, там больше, правильно сказать, будет вторая половина, это, наверное, 17-19 июня несрочный, так. А срочные документы 17 июля. А поясните, что такое срочные и несрочные? Несрочные документы оформляются по закону в течение 20 рабочих дней. Как мы видим, 20 дней уже, ну, никак, уже почти 60, можно сказать. А срочные документы оформляются в течение 7 рабочих дней. Но, учитывая сложности Донецкой области с доставкой документов, к этим срокам обычно прибавляли ещё срок доставки, потому что мы получаем посылку один раз в неделю, и эти дни так не учитываются в семидневный процесс. Сейчас вот срочная пришла посылка за 17 июля. А сегодня уже 11 августа, это почти месяц. Ну да, а в цене как отличаются срочные и срочные? Разница в цене 253 гривны, несрочные 557,32, срочные 810,32. Стоимость одинаковая что для взрослых, так и для детей. Что необходимо, чтобы оформить? Для того, чтобы подать документы на загранпаспорт, необходимо предоставить внутренний украинский паспорт, идентификационный код и старый загранпаспорт. Тут возникают сложности с теми гражданами, которые получили свои внутренние паспорта на временно неподконтрольной территории. И дело именно не в прописке, а вместе и в подразделении выдачи паспорта. Потому что порядок оформления документов предусматривает обязательную проверку по месту выдачи, по подразделению, именно сверение с заявлением, которое гражданин писал, получает этот паспорт, так называемой формой 1. Но в подразделениях, которые находятся на неподконтрольной территории, естественно, такой проверки осуществить невозможно, потому что органы полностью заблокированы террористами. И тогда начинается процесс идентификации лица. Ну, о переселенцах мы немножко позже с вами продолжим. У нас сейчас есть телефонный звоночек. Давайте послушаем нашего телезрителя. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте, добрый день. Добрый день. Добрый день. Пожалуйста, в Приморском районе есть оборудование, по которому можно получить АД-паспорт? Все районы, все подразделения территориальные во всей Донецкой области и в Мариуполе оборудованы для оформления и АД-карточек, и заграндокументов. Ну, то есть люди приносят документы на загранпаспорта. Какой дальше процесс? Вот вы получили документы, да, и человек сдал. Что дальше происходит? Мы принимаем, регистрируем в едином реестре, снимаем биометрические данные. Дальше начинается процесс проверок. После чего паспорт дается разрешение на печать, и он изготавливается в Киеве на полиграфкомбинате. После этого приходит спецсвязь к нам в подразделении. Вот вы затронули тему переселенцев, да, непосредственно занимается ваше отделение, которое находится на Георгиевской 30А. То есть вот вас так внегласно, я знаю, что все переселенцы, кто приезжает с неподконтрольных территорий, они вот принимаются в вашем отделе. В связи с этим у вас тоже такой очень напряженный график работает. Идентификация, что она под собой подразумевает? Вот самый, скажем так, безболезненный вариант. Идентификация начинается вот в том случае, о котором я уже сказала выше. И главная ее задача не только подтвердить факт выдачи паспорта гражданина Украины, а также подтвердить фотоизображение его лица, что самое главное, что паспорт не подделан, он принадлежит именно этому человеку, и мы не сомневаемся в том, что он получен законно. Самый безболезненный, как вы говорите, вариант, это наличие паспорта 2007 года для выезда за границу. Я принесла, у меня есть. Вот он в синей обложке, и у него точно так же есть поликарбонатная страничка. Сейчас покажу. Это мой документ, не чей-то, не внесенный. Он оформлен уже по единой информационной системе, поэтому где бы гражданин не оформлялся в течение этих 10 лет, которые были до внедрения нового бланка паспорта, мы его увидим в базе. Поэтому такая идентификация, она безусловная. Видна полностью анкета, и мы уверены в том, что паспорт получен этот законно, и он полностью подтверждает личность гражданина. В том случае, если такого документа нет, или есть загранпаспорт старого образца, полученный тоже на неподконтрольной территории, начинаем все вместе, вместе с гражданином искать выход из ситуации. Делаем запросы по тем документам, которые они сами нам предоставляют. Здесь вход идут водительские удостоверения, пенсионные, служебные удостоверения по месту службы работы, военные билеты, приписные, все-все-все. Даже справки переселенцев и свидетельства о социальном страховании. Принимаем абсолютно все опыт, ну и просим граждан, чтобы они сами это предоставляли. Ну, в их интересах. Мы не требуем, мы просим, да, и они относятся к этому вопросу с пониманием, потому что осознают всю степень сложностей и важности процесса идентификации. Я знаю, что если к вам приходит переселенница, и у него есть на руках паспорт образца 2007 года, все очень быстро проходит. А насколько может затянуться процесс идентификации? Дело не в сроке, а в том, что здесь не нужно проводить дополнительных спецпроверок по ЗАГСам, нацполиции, налоговым службам и так далее. В случае, если этого паспорта нет, и сам паспорт оформлен украинский на неподконтрольной территории, то делаются запросы по всем существующим инстанциям, органам. Ну, в среднем, насколько это может затянуться? Это может занять и два дня, и может занять и два месяца. Все зависит от того, насколько быстро отвечают те органы, куда мы отослали запросы. Много, я знаю, у вас в последнее время случаев поддельных паспортов, да, и вот в таком случае, что нужно человеку для того, чтобы порвить загранпаспорт? Вот он пришел с паспортом. Поддельные паспорта, наверное, немножко некорректно будет сказано, потому что это недействительные паспорта. И давайте так, когда мы утром проводим первичную проверку документов, часть граждан очень часто отсеивается, потому что их внутренние паспорта являются недействительными. Обязательные требования к паспортному документу – это то, что, во-первых, он должен быть целый, без существенных повреждений, должны быть вовремя вклеены фотографии в 25-45 лет, на них должны в своих местах присутствовать читаемые, просматриваемые сухие печати, так называемые оттиски, и не должно быть сторонних каких-то печати и штампов. Это очень распространенная проблема, потому что то, что ставится на неподконтрольной территории, никакой законной силы не имеет, а приводит к аннуляции и к автоматической замене паспорта на ID-карту. В этом случае мы не можем принять документы вообще. Это то, что паспорт подлежит замене в ваш отдел, да? Теориальное подразделение, да. То есть вот каким образом миграционная служба отделения признает паспорт недействительным? Человеку нужно оформить ID-карту. Приходит он и говорит, у меня ничего нет, вот старый паспорт признали недействительным, что дальше? В таком случае, опять же таки, да, паспорт признается недействительным, и опять идут в ход все его документы, которые он с собой имеет, начиная от свидетельства о рождении, да, имеется свидетельство о браке, идентификационный номер, водительские права, военные билеты, все документы, которые он нам предоставляет, точно так же это все собирается в дело, производится проверка. Но тут еще такой вопрос, что если производится обмен паспорта, который выдавался на неподконтрольной территории на сегодняшний день, то таким гражданам проводится еще дополнительная процедура установления личности, которая предусматривает собой еще опрос троих свидетелей, близких родственников. От этой процедуры никуда не уйти, потому что это прописано в постановлении. Два близких родственника? Три. Три? Да. То есть все родственники могут быть? Родственники либо соседи, но связь между этими лицами всеми должна быть подтверждена документально. Поэтому если это троюродная бабушка, нужно прослеживать полностью по документам их связь, хотя они родственники. У нас есть еще один телефонный звоночек. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слышим. Добрый день. Добрый. Скажите, пожалуйста, если загранпаспорт есть в 2022 году, на сегодняшний момент я хочу сделать биометрический паспорт. Тот загранпаспорт считается недействительным или каким образом это происходит? Нет, гражданин... Можно, да? Гражданин Украины имеет право иметь два действующих загранпаспорта. Поэтому если у вас уже есть один, вы имеете абсолютную возможность предоставить документы, оформить еще дополнительно биометрический документ, тот паспорт остается действительно. Но, конечно, если он выдан на девичью фамилию или на какие-то другие персональные данные, он подлежит замене. Но если он точно так... Ну, на того же человека, то спокойно можно оформлять второй паспорт и ездить. И вот тут такой миф о том, что детям выдают еще обычные паспорта. Это миф или не миф? Обычные. Ну, вот я имею в виду загранпаспорта, да, что не биометрику. Нет. То есть всем выдают самого рождения. Опять же, вот раньше выдавали проездные билеты, документы, да, и вписывали или вписывали детей в паспорта родителей. Сейчас ситуация немножко изменилась. Объясните, расскажите, каким образом? С любого возраста даже, ну, как только получил свидетельство о рождении, уже можно сразу документироваться паспортом для выезда за границу. Закон не предусматривает никаких других документов, кроме как биометрический загранпаспорт. Поэтому дети точно так же его получают. Он абсолютно идентичный. Отличие лишь в одном, что он на 4 года выписывается, а не на 10, как для взрослых. И, ну, могу показать, да, вот, это тоже мой биометрический паспорт. Он точно такой же, но у него будет 32 страницы, такая же поликарбонатная карточка и такой же чип абсолютно. Вот. Такой же чип, но только срок действия будет 4 года. А в чем отличие между вот старого образца и... Ну, это совершенно два разных образца бланков. Этот седьмого года, а этот более, ну, самый совершенный на сегодняшний день. С чипом подвосится та биометрия человека. Между ними был еще один бланк, который не имел чипа. Точно такой же, но не чипованный, не являлся биометрическим. Поэтому большинство детей, которые документировали с 15 и 16 год, получили как раз, ну, небиометрические заграндокументы. Сейчас повторно к ним в пару добавляют загранпаспорт с биометрией. Для оформления загранпаспорта для ребенка на сегодня документы какие? Тут нужно разганичить первое оформление до 12 лет, второе оформление с 12 до 14 лет, третье оформление с 14 до 16. И в 16 лет уже полностью взрослый паспорт, и родители для этого уже не нужны. Для того, чтобы оформить документ, если 16 еще не исполнилось, в любом случае нужен один из родителей. Если родители не в браке или разведены, то подают документы тот, с кем ребенок проживает. Если мама имеет статус одинокой, тогда она предоставляет документы, которые подтверждают ее статус. И обязательно подача свидетельства о рождении, документы того родителя, кто подает, квитанции об оплате. И детям до 12 лет это возможно при… возможно оформление по фото, точнее даже желательно, потому что наше оборудование, техника все настроены так, как под взрослых, ну, по параметрам роста и высоты. Всех пропорций. Поэтому желательно до 12 лет, ну, тем более, чтобы детей… Лишний раз не тянут. В отделы не водить в эти очередя, тем более лето и так далее. Поэтому до 12 лет принимается фотоснимок 10 на 15 сантиметров, который сделан заранее в фотостудии, и по нему сканируется уже в паспорт. После 12 лет уже снимается биометрическая полностью информация. Это уже фотографирование в подразделении, это снятие отпечатков. В 14 лет уже оформление на основании ID-карты. По свидетельству о рождении вы не подадите документы в 14 лет. У нас есть еще один телефонный звоночек, как раз связан вот с такими непростыми случаями оформления загранпаспортов для детей. Слушаем вас. Здравствуйте. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. Я летаю из Перекленка, из города Донецка. Проживаю в Мариуполе уже 3 года. У меня двое детей. Одному ребенку 11 лет, второму на господин 9. Папа, она, что он неизвестно, где, в общем, я подала на лишение родительских прав. Папа лишен родительских прав. Скажите, пожалуйста, как мне процедура подачи на загранпаспорт? Для детей. Папа, уже лишен родительских прав или еще производство идет? Уже лишен. Уже лишен. У вас уже есть решение суда, которое вступило в свою законную силу, правильно? Да, да, да. Вы берете свидетельство о рождении. Это решение суда, свой паспорт украинский внутренний и делаете на них фотоснимки, как я уже сказала, 10 на 15 сантиметров. И обращайтесь в подразделение миграционной службы для оформления. Квитанция оплачивается также по тем реквизитам, которые есть в подразделении. А если вот папа, скажем так, гражданин другого государства, да, и находится за пределами Украины, как в таких случаях, а мама украинка и хочет вывезти ребенка за границу, для этого нужен биометрический паспорт? Во-первых, если один из родителей является иностранцем, тогда необходимо также оформление и предоставление справки и подтверждение гражданства для детей, которые позже 2001 год и позже родились. Это обязательная процедура. Ну, это уже почти, получается, все дети, кто к нам будет обращаться, потому что остальные получили уже в 16 лет гражданский паспорт. Ну, по срокам, я так понимаю. И в этом случае согласие второго родителя не требуется, иностранца, но предоставляются те документы, которые нам указывают на то, что он гражданин другой страны. И так, допустим, может быть копия его внутреннего паспорта или вида на жительство временного или постоянного в Украине. Но справка о подтверждении гражданства обязательно. Ну, скажите мне, вот если исполнилось, да, в 14 лет уже можно говорить, молодая девушка или юноша, подростку в 14 лет, не получив еще одиака, что по каким-то причинам срочно нужно выехать за границу. Вот какие-то пути решения есть в этой ситуации? К сожалению, нет. То есть все-таки надо ждать? Да. Сначала оформляется гражданский паспорт в виде карточки, а потом только на основании этого документа оформляется загранпаспорт. Сейчас ввиду вот такого большого ажиотажа, связанного с безвизом, много очень частных туристических фирм предлагают свои услуги по быстрому оформлению загранпаспортов. Вот скажите мне, они как-то работают с миграционными службами, эти частные туристические фирмы? Потому что, почему спрашиваю, это стало очень популярным. Люди считают, что если они обратятся и доплатят за эту услугу в частную турфирму, то им очень быстро все сделают. Но вот, скажем так, из жизни, из моих знакомых, которые обратились, пытались сделать через турфирму, и все прогорело, и билеты прогорели. Заканчивается это плачевно все всегда, потому что к миграционной службе это никакого отношения не имеет. Каждый хочет, наверное, нажиться на тех самых популярных вопросах по услугам, по всем, вы же понимаете. Поэтому потом эти граждане обращаются к нам и рассказывают весь этот свой горький опыт. Поэтому лучше не обращаться ни в какие посреднические организации, никому не доверять свои документы. Потому что, как я уже рассказала, как у нас работает система живой очереди, это все открыто, честно и прозрачно. Это никак не обмануть абсолютно. Точно так же, как ты не обманешь систему электронной очереди. Ничего не покупается и не продается. Поэтому гражданин может спокойно пойти в любое из шести мест, где в Мариуполе принимают документы, записаться на предварительную запись или встать в живую очередь и оформить свой загранпаспорт. Давайте вот, пользуясь случаем, напомним, шесть мест. Это улица Георгиевская 30А, это улица Метрополитская 20, это АВИР, который все знают, еще четыре. Это четыре. Ленина 107, еще ЦНАП. Да, ЦНАП, это третье место. И четыре паспортных стола, территориальные подразделения, которые есть в каждом районе города. Есть еще один телефонный звоночек. Вы в эфире. Здравствуйте. Добрый день. А не подскажете вот такой вопрос. Если вот имеется биометрический загранпаспорт, могу ли я получить дополнительный небиометрический второй? Нет. Прием документов на небиометрические загранпаспорта приостановлен 16 ноября прошлого года. А с 29 декабря 2016 года такое понятие вообще исключено из законодательства. То есть его в природе не существует, и вы его никак не оформите. Только биометрия. И только с пальцами. А теоретически зачем человеку может быть нужен паспорт старого образца, если есть биометрия? То есть там какая-то разница в пересечении границы или где-то? Может быть, просто некоторые как по религиозным убеждениям не хотят биометрию. Да, есть категория граждан, которые опасаются, начитаются непонятных каких-то вещей в интернете. И обязательно придут на прием и спросят, где здесь у вас ставят печать на лоб, где коды татуированные на локтях и так далее. Это все абсурд. Скажите мне, вот оформление загранпаспортов пенсионерам, пенсионерам-переселенцам. Вот тут есть какие-то нюансы? Когда обращаются к переселенцам, то есть процедура проверки по форме 1, либо же процедура идентификации, если паспорт с неподконтрольной территорией. Я имею в виду, там, когда идет проверка через пенсионные фонды. Да, он может предоставить нам пенсионное удостоверение с правой переселенцам, и мы будем проверять их запросами по этим инстанциям. Какие-то вот сложные случаи, которые за эти два месяца, может быть, с которыми сталкивались ваши службы в связи с оформлением? По идентификации вы имеете? И по идентификации, может быть, по выдаче, то, о чем, может быть, вы хотите акцентировать внимание наших телезрителей, да? По идентификации очень сложный случай, когда нет никаких документов вообще, кроме паспорта и ИНН. Непонятно, что куда отсылать, где человека искать, где найти его фотоизображение лица. В таких случаях очень большое творчество начинается со стороны и сотрудников, и самого заявителя. Поэтому даже посылаем по месту трудоустройства или бывшего трудоустройства. И спасибо работодателям, что они входят в положение и отвечают в максимально краткие сроки. Поэтому стараемся так, чтобы не было задержек и не было дискомфорта для граждан, для самих. По… Какие еще моменты могут быть? Очень большая проблема – это вопрос поддельных вклеек граждан, которые с неподконтрольной территорией. Хочется здесь заметить, что вклейка в 25 и 45 лет осуществляется только лишь при личной подаче документов и только лишь в миграционной службе. Вместо этого большинство… вернее, не большинство, а многие граждане считают, что это можно как-то обойти и вручают свои документы на той территории и в какие-то заведомо мошеннические организации. Автоматически, как результат, получая аннулированный паспорт, испорченный, неприятности с документами, неприятности общения с правоохранительными органами и получения ID-карты, но не самым легким способом, а через процедуру установления личности. Поэтому, пожалуйста, не нужно обращаться ни в какие такие очень заманчивые места с предложениями, потому что вклейка может быть только лишь в подразделении миграционной службы, ни возле него, ни рядом с ним. А вы подаете документы лично в здании, в помещении того отдела, куда обратились. По выдаче иногда набывают такие моменты, когда происходит несовпадение пальцев. Гражданин сдает отпечатки во время того, как подает документы, а потом паспорт ищет своего хозяина по пальцам уже во время выдачи. И бывает такое, что какая-то травма, произошло повреждение отпечатков, и они просто не совпадают. Конечно, процесс затягивается, отправляем домой, лечить кожу, потом возвращается, обратно верифицируется. Раньше паспорт мог получить кто угодно по доверенности, пока не было отпечатков пальцев. Нет? По доверенности можно забрать документ третьим лицом только в том случае, если это документ на ребенка младше 12 лет. И все, больше вариантов никаких не предусмотрено, потому что биометрия снимается с 12 лет абсолютно со всех. Нельзя отказаться от снятия отпечатков ни по каким убеждениям. Вот ID-паспорт. Что указано в ID-паспорт? Есть такая карточка, да? Там фотография, и что там? Какие еще данные? Визуально мы видим на карточке, получается, все те персональные данные человека, которые на сегодняшний день являются несменными. Это фамилия, имя, отчество человека, дата рождения, место его рождения, вносится фотография, подпись человека и идентификационный номер. И получается все. А уже в сам чип вносится дополнительная информация, которая имеет свойство потом со временем меняться, дополняться. Это относится к прописке, семейное положение, то, что на сегодняшний день. Ну вот сложность в чем возникает? В том, что даже когда до зоны АТО пересекаем блокпосты, нет там оборудования, не могут считать. Не было у вас таких случаев, когда обращались к вам с желанием оформить обычный паспорт? Очень просто боятся люди оформлять, потому что еще не знают. Поэтому, да, они хотят изначально приходить и хотят оформить паспорт старого образца. Естественно, мы не можем его сделать. Оформляем ID-паспорт, успокаивая их тем, что с выдачи ID-паспорта мы в любом случае делаем вытек с Державного реестра по регистрации человека. Там прописывается его место проживания. Ну, прописка, да. То есть, грубо говоря, человеку нужно с тобой возить ID-карту и… Да, и пересекая тот же самый блокпост, так как они не могут считать информацию эту, если потребовали, можно предъявить с собой вот этот вытек с реестра. Спасибо вам большое, что пришли, что ответили на наши вопросы, на вопросы телезрителей. Очень много полезной и нужной информации, я думаю, подчеркнули и наши телезрители, и я в том числе. Спасибо и вам, уважаемые телезрители, что эти полчаса вы были вместе с нами. Оставайтесь на телеканале Sigma. Всего доброго и увидимся с вами в следующую пятницу.